Мне когда-нибудь разрабатывал ваше собственное веб-приложение, какой-то IT-продукт? Только собираемся. Только собираемся? Отлично. Сайт? Сайт. Окей, хорошо. Кто ошибался тогда в сайте или в каких-то даже самых простых... Вы ошибались? Отлично. Мне очень нравится ваш подход. Это очень честный, откровенный подход. Здорово. На этапе продумывания? Ну, не совсем. А на этапе поиска решения? Да. На этапе реализации? Отлично. И на этапе уже, собственно, работы, когда все сделано. Давайте начнем с продумывания. Потому что в веб-приложении здесь можно много раз ошибиться. И, во-первых, мы говорим, конечно же, о том, что мы всех призываем использовать теорию изменений. Нас могут поправить, что это не теория изменений, а цепочка результатов. Мы в данном случае используем просто эту модель именно под такими названиями. Потому что мы просто видим, что она просто используется таким образом очень часто. Кто из вас когда-либо при формировании, проектировании любого проекта использовал вот эти пять принципов? Да. Вы? Лично еще кто-нибудь? Расскажите, какой у вас проект, собственно... Ну, я имею в виду социальный проект. Да, социальный проект. Ну, например, проект профессиональной ориентации, помощь профессиональной ориентации воспитанников, будущих выпускников детских домов в Смоленской области. Отлично. И, соответственно, поддержка... И вы проходили через всю эту методологию. Да, да. Отлично. Я буквально в двух словах, потому что я сейчас не буду на этом останавливаться. Я чуть более, я позднее расскажу в подробностях об этой методологии. Здесь вы просто продумываете это, что вы, во-первых, что у вас на входе, что вы будете делать, что у вас на выходе, именно там, сколько людей пришло, сколько людей вы обучили, да. Если мы говорим о веб-проекте, да, сколько пользователей к вам придет, сколько человек придет вам в социальные сети, это то, что вот этот вот уровень Outputs, да, это количественные показатели. Да, мы закинули столько-то дров, получили обратно столько-то, там, килоджоблей. Вот. Outputs, да, то, что нам стало тепло, да, это качественные показатели. Как нам стало тепло, мы точно не скажем, но мы знаем, что тепло стало. А impact, да, то, что мы прожили зиму, да, то есть это общий результат, да, для чего мы топим зимой, да, это вот если так совсем схематично рассказать, всегда используйте это при планировании вашего веб-проекта. Вот. И вот с нами Наталья Фрейк. Evolution and philanthropy выпустила отличную брошюру, в которой можно просто найти теории изменения официальных проектов, да, как-то так. Вот, вы просто заносите в Google и получаете очень концентрированный, очень качественный материал, открытый, бесплатный, который вы можете прочитать как раз вот на эту тему. А еще есть позиция названия теории изменений. А, теории изменений. Да, теории изменений. Социальных проектов. Да, социальных проектов. Вот. А также проанализируйте ваших конкурентов, и если из вас будет презентация программы «Пасека», мы в программе «Пасека» запустили комикс. Они очень простые, здесь вот последний комикс, это Маша из Организации защиты животных и программист, кажется, Петя, из Иркутска. Вот. И у нас три, сейчас готовится четвертый комикс, они вот в рамках своих диалогов, вот, скажем так, мы пытаемся проиллюстрировать самая часто появляющаяся диалогия, которая происходит, как правило, между разработчиком и деятелем некоммерческой организации. Это вот прямо, и притом это еще достаточно хорошие представители обоих видов, вот, можно сказать, даже краснокнижные. Вот. И он, Петя, говорит, вот тогда следующее задание, посмотрите популярные тематические сайты, российские, желательно зарубежные тоже. Несмотря на то, что это, казалось бы, очевидная вещь, немногие ее делают. Вот. И это вторая вещь, с чего мы советуем вам начать разработку вашего сайта. Вторая целевая аудитория – это очередной диалог. Вот. У Маши уже другая футболка. Вот. И разговаривают они о разных вещах. И здесь уже программист Петр, да, советует понять вообще, почему люди вообще зашли на ваш сайт изначально, когда вы, когда вы вот на старую версию сайта. Вот. И предлагает задуматься Маше о том, вообще, действительно, что же происходит, что происходит в голове у этих людей. Вот. И я советую почитать комиксы и почитать наши чек-листы. Настя Гулявина чуть позже расскажет о специальных чек-листах уже более подробно. В четвертых, да, используйте арсенал дизайн-исследований. И сервис-дизайн, и всякие вот вещи, которые связаны со словом дизайн. Ну, грубо говоря, как объясняет это Андрей Васильев, который будет рассказывать, вся вот эта тема с дизайном следом и сервис-дизайном и так далее получилась из-за того, почему у дизайнеров дается создавать новые клевые вещи, а у всех остальных не получается. Наверное, каким-то образом это связано с образом мышления дизайнеров, которые, собственно, создают вещи. Следовательно, каким образом нам сделать это таким образом, чтобы самим стать немножко дизайнером. И здесь важные вещи, да, и они, безусловно, правильный дизайн-процесс, дизайн-исследование, оно очень долгое, оно очень дорогое. Вот, но при этом можно делать какие-то вещи, которые мы можем делать своими руками. Это, правильно ли вы проблему решаете, и здесь очень важно докапываться именно до сути проблемы, и действительно не останавливаться на том, собственно, на том решении, которое вы изначально придумали, потому что оно, скорее всего, будет про вас, а не про проблему. Вот, а во-вторых, попытайтесь нарисовать то, как вы это видите, да, если мы говорим об этом приложении. Это вот такие самые простые вещи, опять же, очень советую прийти и попозже сюда, на Андрея. Вот, во-вторых, точнее, пятая вещь, уже пятая вещь, которую нужно запомнить, да, это большая часть социальных приложений обладает очень плохими названиями, плохими логотипами, плохой идентикой. Вот это вот прямо вещь, с которой мы боремся постоянно, да. Слова, например, «добрый» в названии. Уже мы говорим, да, что за каждое слово «добрый» в названии социального проекта умирает десять котят. Да, в экологических проектах люди любят использовать зеленый, да, зеленый город, зеленая лестница, зеленая лампа, все, все что угодно зеленое, и, в общем, это тоже, это девальвировать, на самом деле, Слава, будьте оригинальны. Вот, во-вторых, насколько оно резонирует, попробуйте проверить эти названия, да, насколько оно уникально, потому что, вот, всяких проектов, просто это достаточно найти, зайти на какой-то любой сайт, вот, точнее, в Google и набрать то же самое слово, и если вы получаете, как правило, я все социальные проекты получаю, минимум, пять одинаковых проектов в разных регионах. Вот, «Добрый город», еще что-то там, что-то связанное с «Бомблага», вот. «Эко». Что? «Эко». Ну, да, поэтому будьте оригинальны. Обязательно локатив, сейчас все больше и больше редакторов, если у вас нет денег на дизайнера, и мало того, что сейчас все-таки дизайнеры хотят создавать какую-то, какую-то айдентику, потому что их достало уже редактировать какие-то брендинг для крупных компаний автомобильных и мясокомбинатов, да, они хотят сделать что-то хорошее, поэтому ищите, в том числе с помощью наших инструментов, вот. Не думайте, что это, вот, огромные деньги. На самом деле, сейчас есть даже, я бы сказал, перепроизводство хороших дизайнеров, вот, которые, и услуги, которые вы можете использовать. Вот. Но без этого не запускайте ваш проект, да, потому что, как только глазу не за что будет вцепиться, это будет все грустно. Вот. Так. Это первый чек-лист, который вот висит у нас на сайте пасек, и здесь ссылка тоже, которую вы можете посмотреть. Настя чуть позже скажет, что вам делать перед обращением к разработчику. В целом, по поводу айдентики, говорить следующим образом, да, нужно, несколько вопросов, на которые вам нужно ответить. Есть ли у моего проекта бренд, да, веб-приложении, идентифицируется ли он, как, идентифицирует ли он мой проект, выделяется ли он среди других, создает ли эмоциональную связь, отражает ли ценность и эмиссию, межсодержит ли слово «добрый», название краткое, его можно продиктовать по телефону, есть ли теглайн, теглайн – это такая маленькая краткая надпись, которая описывает, про что, собственно, ваш проект, если у вас там какое-нибудь название, какая-нибудь «Чупакабра» или что-то еще, и это сразу непонятно из названия, чем ваш проект занимается, вот. И понятен ли ваш логотип в черно-белом варианте, и понятен ли логотип в размере 1 на 1 сантиметр. Это всегда хорошая возможность протестировать, насколько вообще вы сделали что-то, что выглядит из-за далека, потому что очень часто мы сталкиваемся с ситуацией, типа, а вот еще я хочу здесь звезду и лестницу, и еще такой вензель, вот, потому что именно такой набор символов отражает деятельность нашей организации, да. Это явно уже мы зашли в какую-то неправильную область. Во-вторых, то есть когда вы вот продумали, это вот совсем базовые вещи, вот, теперь поиск решения. У кого из вас кто хочет создать какой-то проект? Вы хотите создать? Расскажите, что вы хотите сделать. Ну, я сейчас говорю, что у меня уже давно их сидит, и в голове моей тоже как-то стресс. Это, ну, такой информационный портал некий, ну, я не знаю, о чем. А почему именно информационный портал? Ну, как-то я о себе сейчас вижу вот так, но на самом деле ресурс очень большой и внутри, и сейчас как бы я включусь в этом направлении и так далее, я понимаю, что это не только информационный портал. Просто еще не родилась до конца, идея не оформилась. Может быть, это вообще не информационный портал? А у вас? Фонд мониторинга и прогнозирования развития культурно-территориальных пространств. Ага. И это уже, собственно, что будет включать в себя? Ну, там идет анализ, то есть, что я хочу там, чтобы было, анализ критических областей в жизнедеятельности территориальных пространствах. Допустим, там дали задания. Тысяча критических предприятий и их лицепринимающие решения, и вот все, что с ними связано. Чтобы это все мониторилось на время. Окей. То есть, как они принимают решения на старшот. Чтобы это понять, а что еще? Собирать бигдейт туда. Ага. И какую проблему решать? Ну, дальше мониторить и прогнозировать это все в мультиопедной системе. Прогнозировать, допустим, изменения региональной политики, какой-то технологической политики. И сделать дальше обучающую систему персонально-персонализированного обучения по направлению для этих раз-топ-менеджеров, по углублению понимания их всех гуманитарных направлений последних, социологических. То есть, в общем, структуренную обучающую систему по тем проблемам, которые возникают в этих решениях. Вот. И мне кажется здесь, что в первом, что во втором случае, еще кто-нибудь хочет, вы хотели, да, рассказать? Какой у вас проект? Сайт организации, которая создается, это организация волонтеров 55+. Это и название, и логотип, и, в общем, короткая... А что это? Да. Вот. Это организация, которая объединяет волонтеров старшего поколения. А для чего? Для их привлечения, для работы, для социального служения. То есть, для активного участия в решении социальных проблем. В больницах детских... А какую проблему это решает? Это решает проблему детей в закрытом пространстве, в лечебном учреждении, организация их досуга и какого-то развития. Или через игровые, всякие вещи. Но, видите, мы очень часто входим в такую ловушку, что мы сначала даем решение и не всегда смотрим, какую проблему на самом деле это будет решать. Потому что нас решение очень часто настолько увлекает, потому что мы думаем, что это будет работать. На самом деле, здесь, и тоже Андрей будет об этом говорить, я только вкратце скажу, да, следует использовать формулу DDMD. То Андрей здесь. Да, я специально указал твое имя, и Андрей будет четко, более подробно об этом говорить. Потому что это очень хорошая формула. Секретная такая. Да. Думай, думай, не делай. Поэтому подумайте и не делайте. И это с одной стороны, да, с одной стороны. С другой стороны, я буквально на прошлой лекции говорил, да, про вот эту вот лесенку присутствия в сети, коммуникации, вовлечения и создания среды для того, чтобы вашу проблему решали. Да, и это как раз для этого нужны приложения. Мы сейчас будем говорить, собственно, как сделать такие. Поэтому для того, чтобы у вас вот эта вот часть хорошо работала, вам нужна вот эту вот самую низовую часть, да, то, что вы, когда вы уже прошли стадию, что вы продумали ее, решили не делать, решили сделать что-то совсем другое. Вот только тогда, когда у вас формирована проблема, только тогда вы можете уже, на самом деле, нормально приступить к вопросу, как создавать среду, когда другие люди могут решать эту проблему. Здесь вопрос, конечно же, первый, а нужно ли вообще вам веб-приложение, да, у вас есть страничка же в соцсетях, да, вот какие проблемы, вопросы, скажем так, не решает страничка в соцсетях? Она же делает, вообще страничка в соцсетях может делать все, все, что захотите, да, можно там публиковать новости, пожалуйста, вам не нужен портал, да, можно делать мониторинг самому вручную или сделать какого-то бота, который будет публиковать на основе мониторинга, да, сайта не нужно делать, вот, можно делать, там собирать в группе, взять, собрать всех волонтеров 55+, можно всех собрать детей, которые нужны, все, смешать их, не надо ничего делать. Можно искать информацию в соцсети, как раз, невозможно сделать пожертвование, например, два. Пока невозможно, да, вот, это хорошо. Что еще нельзя взять веб-бел? Пусть у нас в соцсетях хуже работают, чем поиск. Структурирование информации. Структурирование, действительно, все, что мы можем в рамках соцсети, это все, что дает нам соцсеть, да, мы не можем выйти за рамки, вот, не можем разбить те невидимые границы, которые накладывает на нас эта платформа, да, здесь мы достаточно ограничены, отсутствует ряд функций, поиск, пожертвования, все принимается. Предположим, Nokia, если не в соцсетях, да, нам что-то нужно добиться, например, это компания, да, петиционная, чейнтерка, вот, пожалуйста, мы можем что-то сделать, если нам что-то не нравится. Или собрать денег, да, вот, кто из вас увлекался или увлекается фондингом? Один человек, два человека, три, ну, отлично. Я очень советую зайти к Маше Борисенок, она будет как раз с 15.30, да, вот, если вам интересен фондинг, Маша сама ментор проекта фондом Стартера, это платформа для фондинга, поэтому она не только, как бы, текст и с теоретической точки зрения расскажет, но и непосредственно с практической, вот, и здесь мы понимаем, что это тоже все ограниченные параметры, вот, ну, хорошо, предположим, мы вот точно уверены, что, ну, и вот нам социальные сети подходят, и что делать дальше, выбор вашего веб-приложения. Можно просто сказать, что сайт – это мое веб-приложение. Иногда в статистике, когда вы пишете, например, вы написали грантовый проект, что мы сделаем такое веб-приложение, вот, которое будет позволить пользователям, а потом, что на самом деле, оказывается, вы делали проект первые, там, 9 месяцев, да, сделали остальную часть за 3 месяца, и веб-приложение – это просто сайт с комментариями. И в социальной сети, я часто такое встречаю, а потом все пишут, типа, а, что нам сделать, как нам сделать более интерактивно. Вот, это, наверное, такие. Это гибрид, да, публикации на платформах. Здесь вот есть отличная платформа ReadyMac, это выглядит значительно более эффектно, вот. Это может быть сайт компании. В том числе, вот эта вот компания, она посвящена, это называется, кажется, 28 частиц. Эта компания посвящена исчезающим видам животных. Олег, да? Само всё. Вот. Это очень красивая компания, потому что, как только, во-первых, они из этих частиц, они превращаются друг в друга, а, во-вторых, как только вы до них дотрагиваетесь, они рассыпаются в часть, да, что как бы символизирует, собственно, то тлетворное влияние человека на те виды, которые сейчас стали исчезающими, да, потому что люди разрушают экосистемы многих животных, да, и, соответственно, как только экосистема разрушается, то разрушаются и животные, которые могли бы и вырасти, и вести свою жизнедеятельность. Вот. Это, наконец, может быть платформа. Всё зависит от того, какие вы ставите цели, и мы здесь прежде всего пользуемся тем опытом, который есть у нас. Это не только IT-волонтёры, это также две платформы, которые у нас появились в результате призёров, призов Кокотолов. Это платформа наставничества, это платформа менеджмента отношений между менторами и детьми-сиротами из Новосибирска. И вторая – это, собственно, платформа распределения домашних питомцев из Пензы. Возможно, кроме платформы вам нужен просто бот. Мы часто говорим по поводу ботов сейчас, потому что действительно это тренд. Можно с уверенностью сказать, что это уже достаточно интересная вещь, прежде всего, потому что у вас для многих приложений, то, что раньше с чем была проблема, то, что все говорили, вот я сделаю мобильное приложение. Подразумеваю, что каждый будет их пользоваться. Но реальность-то, она суровая, и 90% времени мобильных приложений занимает три приложения. 90%. Кто может сказать, какие? Инстаграм. Инстаграм. Фейсбук. Ватсап. 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 Витв Ватсап. Вконтакте. По статистике, Вконтакте, Ватсап, Инстаграм и Фейсбук, это 90% времени пользователей. И даже если вы сделаете самое клевое приложение, которое только вы можете придумать, то есть вам нужно будет втиснуться в эти оставшиеся 10% или его забрать. Да, я напомню, рыночная капитализация Инстаграма, да, она была, когда его купили, 1 миллиард долларов. Да. Сколько стоит Фейсбук? Ну, это, наверное, это больше, чем, наверное, 100 миллиардов. Я где-то слышал триллион, но мне кажется, слишком много. Это, в общем, очень много денег и очень много людей и очень много мозгов, которые работают над этим каждый день со значительно большей скоростью и эффективностью, чем мы даже можем себе представить. Поэтому здесь, к сожалению, все достаточно грустно. Но с появлением таких платформ, как, например, Телеграм, да, вот у него сейчас, да, 60 миллионов пользователей. У WhatsApp, там пока нет системы ботов, но там уже 1 миллиард человек, да, если я не ошибаюсь. Миллиард человек это много. Если вы сделаете один скрипт на 1 миллиард человек в программе, которая уже установлена, это значительно проще, чем пытаться создать приложение, которое в лучшем случае скачает 5000 человек. Окей. Что такое скрипт? Скрипт? Ну, это... Лучше делать скрипт, потому что... Программный сценарий. И он будет сразу запрограммировать с несколькими... То есть его надо на что-то, во что-то включить. Ну, в данном случае... Чем эффективность скрипт? В данном случае, вот есть сейчас 2 платформы, да, это Facebook Messenger и Telegram Messenger. Это те среды, да, они не только как способы общения друг с другом, это уже настоящие программные среды, где вы можете вести общение только с собой, но и с роботами, да. Их называют боты, и они появляются, приводятся к жизни скриптами, программами, которые вы пишете, пользуясь программным языком, API, да, этих платформ. Точнее, даже не языком, а терминологией, да, правильно, потому что вы можете различные там поиски, и так далее. Вот, и когда вы создаете приложение, вы выбрали, например, где они у вас общаются, да, вы должны, наверное, задуматься о том, выходят ли у вас люди на движение горизонтального взаимодействия друг с другом. Если вот вы не были на прошлой лекции, да, горизонтальное взаимодействие друг с другом позволяет значительно масштабировать ваши возможности, и эти взаимодействия могут быть различными. Я здесь не буду сейчас подробно останавливаться на этом, но хорошо. Вот это вот такие моменты, да, потому что в веб-приложениях можно много говорить именно вот в их плоскости реализации. По поводу успеха, да, предположим, вы все продумали, вы выбрали, как будут у вас пользователи друг с другом общаться, как они будут вот этого решать проблему, какую ваше приложение будет решать проблему. Есть очень схематичные вещи именно в реализации, где вы можете ошибиться. Первое, это, конечно же, первый экран, вот, при том, что, да, вот это вот то, как мы воспринимаем наш десктопный, наши десктопные мониторы, да, все, что у вас, когда вы создаете новое приложение, вы должны самые важные вещи вставить сюда. Вот, и пользователю должно сразу быть ясным, что это вообще такое, что я могу сделать, да, потому что если вы создаете веб-приложение, то вам, наверное, нужно что-то требовать от пользователей, чем просто H-Wag, посмотри на какой-то новый материал, который я только что написал. И важная вещь еще, затрагивает ли это человека эмоционально. Кроме того, скорее всего, все следующие, мобильные, то есть все следующие приложения будут уже не веб, да, то есть наверняка, когда вы говорите о каких-то интернет-проектах, которые бы вы хотели создать, многие из вас оперируют, наверное, в своем воображении в веб-проектах, да, что они у вас, что вы открыли компьютер и смотрите на это, как на открытый компьютер. Когда мы создавали киплицу, статистика мобильных пользователей в лучшем случае была 10%, а я помню еще времена, когда это вообще было просто 3%, и все такие думали, ну нет, это смешно, наверное, мобильные что-то. Сейчас это до 30%, в некоторых случаях до 40%, и мы считаем, что это тренд, что мобильные экраны будут вообще съедать всю остальную долю, да, то есть вот таких штук вполне возможно не останется. Вот, поэтому, а так как все, что вы будете сейчас делать, даже если вы это будете делать сейчас, то это в лучшем случае достигнет реализации через год, то через год ситуация будет еще совсем другая. Вот, и, соответственно, даже если вы не планируете мобильное приложение, вы все равно должны думать в рамках философии, да, mobile first, то есть сначала думайте о приложении, даже если это потом все равно превращается в браузер, то есть у вас адаптивная верстка, именно как что-то, чем вы, что вы делаете именно на мобильном устройстве. Вот, здесь, в принципе, вам в помощь сейчас огромное количество инструментов для тестирования. Вот, я опять же напоминаю, мы здесь чуть-чуть более, скажем так, углубленная сессия, именно связанная с техническими всякими штуками. Вот, есть средства тестирования, вот, я обязательно советую вам их использовать, потому что, например, первый тест, когда мне говорят, эй, Леша, там, типа, пойди посмотри, клевый у меня сайт или нет. Первое, то, что я делаю, я просто стягиваю экран и смотрю, адаптируется ли он к тому, что стягиваю, ну, меняется ли экран, адаптируется ли он к размеру экрана или нет. Если нет, я сразу присылаю, я просто на это не смотрю, да, все. Вот, уже тест не пройден, я никогда не смогу этим пользоваться. По поводу визуального ряда. Он должен быть, да, особенно, когда у вас социальное веб-приложение. Потому что коммерческие веб-приложения здесь уже просто. Мы смотрим в теплице, возможно, даже с некоторым неоправданным, с мобизмом. Мы считаем, что коммерческие веб-приложения с мотивацией, вопросы, они все значительно лучше изучены, чем социальная мотивация, потому что, во-первых, это очень значительно сильнее зависит от культурных аспектов, во-вторых, коммерческие мотивации значительно лучше изучены в целом, да, потому что, ну, вообще, некоммерческая деятельность, социальная деятельность, это, по сравнению с коммерческой деятельностью, у них там в несколько тысяч лет разница, да. Вот, поэтому здесь тоже просто накопленного знания значительно меньше. Поэтому сильный визуальный ряд, он чрезвычайно вам важен. Вот. И здесь, конечно же, большая проблема – это визуальные клише. Сколько проектов по поводу Африки, да, и там все вот такие вот трогательные фотографии, глядящие вам в глаза африканских детей – это визуальные клише. Я, конечно, понимаю, что проще всего добить на вину, но это только поверхностно проще. При этом, что на следующих уровнях, благосрочная стратегия – это не очень хорошая стратегия. И я советую вам, несмотря на то, что эмоциональный ряд должен быть сильный, вы все-таки достигайте силы эмоционального ряда, обратитесь к этому за этим профессионалом, должно достигаться не вот тем, что лежит на поверхности. И в этом плане хороший пример сайта «Упсело Цирк». Кто знает про «Упсело Цирк»? Мы знаем. «Упсело Цирк». Это их реальная фотография. Это вот они взяли за обложку их реальную фотографию. Во-первых, это оригинальный конкурс. Во-вторых, это сразу вызывает интерес, что это такое. И, по крайней мере, вот у меня, несмотря на то, что здесь можно было по качеству чуть-чуть добить, но это уже вызывает у меня эмоцию интереса. Мне интересно посмотреть, что дальше. Где взять фотографию? Вы скажете, ну, типа, у нас и так здесь денег-то особенно нет. Вот, еще платить за какие-то фотографии, еще что-то. Во-первых, можно всегда поискать профессионалов, в том числе на и в лантере, и на пасеке. В том числе есть бесплатное хранилище фотографий. И у нас это тоже, вы просто будете фотографии в поиске или бесплатные фотографии. Тем более, это всем будет значительно проще сегодня после 19.45. И вы станете первыми, кто это увидит и кто это попробует. Вот, это раз. Во-вторых, когда вы используете фотографии, очень важно оптимизировать все ваши фотографии, весь ваш визуальный контент. Помимо фотографий и визуального содержания, CTA, да, call to action. Это кнопки, большие кнопки, очень большие кнопки, вокруг которых нет ничего и которые призывают к конкретному действию. Да, CTA это уже вошло в терминологию создания веб-приложений. Это очень важная вещь, потому что, ну, собственно, вот представьте себе, что вам нужно сделать какое-то в приложении и свести это все к одному действию. Что бы вы выбрали? Вы знаете, есть задачи интеллектуальные на уменьшение. Представьте себе, что вам нужно для вашего бренда выбрать всего одно слово. Какое бы вы выбрали? Если вы можете свести это к одному слову, то вы победили. Да? Условно говоря, интел... Какое слово? Что? Да, вот что у вас с интелом? Insight. Insight. А еще? Intellect. Intellect? Не знаю. Что производит интел? Плата. Микросхема. Компьютеры, микросхемы. Процессоры. Процессоры. Да. То есть интел, insight, интел, процессор. И точно так же, это небольшое отступление, вам нужен ваш социальный проект, дистиллировать к одному действию. Что это будет? Да, это может быть пожертвование. Вот у нас здесь большая кнопка. Если вы делаете сайт для пожертвований, просто так и скажите, что сайт для пожертвований, просто дайте денег, все. Если это сайт для петиций, да, пожалуйста, вот чей-то. Все, вот, взять, подписать. Что нам нужно от хорошей кнопки призыва к действию? Кнопка выглядит и ведет себя как кнопка. Надпись действительно побуждает к действию. Вот. И кнопка, которая звучит, как узнать подробнее, ну это хорошее, наверное, это действительно какое-то действие, но оно не ведет ни к чему, что было бы дальше. Конечно, логика расположения, она не находится где-то внизу справа, вот, а она все-таки находится где-то в обменяемом месте. Я показывал вам экран, и это тоже на десктопном экране, это где-то либо по центру, либо это вот в этой красной зоне, вот, если это мобильный экран, должен быть, что вы можете дотянуться пальцем до этого места. Так. Ну и, разумеется, отличается от других элементов информации. Еще одна важная вещь, какое бы вы веб-приложение не делали, и это приложение должно распространяться. Кто из вас когда-либо чувствовал существенную боль, когда вы хотите поделиться ссылкой у себя в социальных сетях, и вы вставляете в окошко ВКонтакте или Фейсбука, там какое-то дурацкое изображение, ну, например, счетчиком оказывается. И вы такие, аааа, типа, почему? Это такой клевый проект, почему там показывается баннер, знаете, там какой-нибудь там, рамблер-счетчик, да, вместо какой-то красивой картины. Никто не сталкивался с такими ситуациями. Слово, конечно. Да? А еще вдвойне плохо, когда этот сайт ваш. Вот. И, в общем, ничего бы вы не делали. Обращайте внимание, WordPress в данном случае нам здесь всем очень нравится, потому что там есть простой, распространенный, хорошо сделанный плагин Yoast, где сразу вы прикручиваете его, и у вас все нормально отображается в Избучике, во ВКонтакте, и, мол, того, вы можете это редактировать. Но самое главное, неважно, какая платформа, да, пользователь находит ваш проект, хотят им поделиться, это просто и удобно сделать, и они получают, очень важно, да, у себя красивый результат. И, в том числе, задумайтесь о том, как это выглядит в поиске. Вот такие дела, да, для нас это большой, скажем так, пример действительно идеально подобранного, спродюсированного сайта социальной тематики. Мы большие фанаты всей, наверное, всей теплицей, вот, они молодцы. Это выглядит хорошо в поисковых системах, это выглядит хорошо в социалочках, вот, это выглядит хорошо на сайте, и вот как это выглядит, да, в социалках. Вот, это еще важная вещь, я уже скоро буду заканчивать, и дам слово скоро Анастасии, которая расскажет про чек-листы. В данном случае Настя дистиллировала это все коротким вопросом, который просто можно взять и распечатать, и найти на сайте Пасеки аналитика. Кто из вас когда-либо делал проект без аналитики? Я тоже когда-то делал сайты без аналитики, и мне было так приятно, да, зашел человек один, вот, и, ну, это было, мне было 13 лет, я создал свой первый сайт, и даже, в принципе, тогда простой щетчик, это уже какая-то аналитика, но это, знаете, анекдот такой, да, встречаются два джазмена, вот, один говорит, в общем, да, я когда-то, как здорово, что мы познакомились, я когда-то купил твой альбом в другом магазине совершенно случайно, и он такой, о, так это был ты, да, иду, вот. И это на самом деле, чтобы это не было так, чтобы вы гадали, тот ли один человек, который зашел на ваш сайт, это ваш друг или родственник, вот, аналитика или там человек, который пользуется вашим приложением, это в том числе нужно вам для того, вот, чтобы не гадать, а хорошо это понимать. Да, обязательно устанавливайте. Мы советуем Google Analytics, Google, как и все крупные корпорации, это, конечно, зло. Мы хорошо это понимаем, просто иногда, ну, просто потому, что лучше никому, слишком крупному, особенно, не доверять. Да, это просто хорошо, потому что, особенно, что? Пришел спикер на Microsoft. А, коллеги, пришел спикер из дорожки по Power BI, если кому-то интересно, там просто была какая-то чудовищная пробка, вот, если кому-то интересно, то приглашаю всех вниз, да, опять же, потому что я знаю, что кто-то пришел сюда именно потому, что люди были в пробке. Да, и Google Analytics, его можно встраивать в том числе в ваше мобильное приложение и программировать их, и вот у нас как раз недавно вышла статья по поводу не просто метрик числавия, кто знает, что такое метрик числавия, или могу привести пример? Популяция скорости. Число уникальных пользователей, например. Да, это, знаете, есть такой анекдот, в общем, самолет взлетает, и второй килоград говорит, капитан, приборы, 200, что 200, а что приборы? Вот, и точно так же, вот, когда мы говорим, да, мы сами грешим любовью к метрикам числавия, особенно, когда это какая-то крупная цифра, да, мы говорим, вот, пришло 3,5 миллиона человек, да, а что это значит? Относительно чего это? Ну, это просто большая сумма, это много людей, да, ну, хорошо, мы еще говорим за 4 года, да, а что они почувствовали, действительно ли они обучились этим знаниям? Вот это вот уже, это значительно более сложные метрики, которые вам просто вот пакеты не дадут понять, но за то, что хорошо, все больше и больше появляется возможностей, в рамках того же Google Analytics, появляется возможностей проанализировать себя с точки зрения не метрик числавия, да, что вот пришло 200 приборов, да, вот, а то, что пришло столько-то людей, которые совершили важное для вас действие, и при этом каким-то образом вы стали за счет того, что они совершили действие, ближе к реализации своих проблем, к решению той проблемы, которую вы поставили. Вот, так, ну, это установка счетчиков, у нас есть скринкаст на этот счет, вот, то, что с Google, кто-нибудь использует Google Analytics? О, отлично, здорово. Кто-нибудь использует не метрики числавия? Да? Какие у вас не метрики, метрики не числавия? Ну, как пользователи ходят по сайту, куда они переходят? И вы это анализируете и обсуждаете? Иногда. Иногда. Это очень хорошо. Ого. И здесь, ну, что еще один важный момент, да, анализируйте в реальном времени всю статистику, которая у вас есть. Во-вторых, точнее, последний элемент вашего приложения, это такая страшная вещь, как она называется, в жизни. И здесь важная вещь, да, о которой стоит не забыть, она на самом деле у нас чек-лист номер один, да, что обычно некоммерческие организации забывают. Это первое, да, потому что забыть можно миллион вещей, потому что там просто есть миллион вещей. Во-вторых, раз уж мы говорим о мобильных устройствах, протестируйте это на всех мобильных устройствах. Я буду шутить на этот счет чуть позже, на презентацию нашего сайта, потому что мы, в общем, в течение четырех лет, ну, мы, скажем так, мы все любители, там, этих, яблочных устройств. Вот. И у нас, например, очень сильно для пользователей Windows, есть один элемент, критический, шрифт, который очень сильно отличается для пользователей Windows по сравнению с пользователем Apple. Ну, просто из-за того, что мы когда-то давно не протестировали, а потом уже было, ну, потом уже были другие задачи, эта ошибка осталась, в общем, в течение всех четырех лет. Очень важна скорость загрузки. То, как ваше десктоп-приложение или адаптивное приложение будут загружаться. Есть еще социальные примеры. Вы хотели сфотографировать? Пожалуйста, если вы не успели. А, в результате потом не будет доступна? Она будет доступна, это все будет доступно. Это так называемая долина смерти. Вот вы запустили приложение, вы разослали пресс-релиз. Кто столкнулся с такими изображениями? Получили все, да? Вот. А потом вы сидите, ну, типа, клик-клик, там, типа, не растет. Вот. Что делать, да? Как жить дальше? Это вот, если особенно вы создали приложение, где вы предполагаете, что будут пользователи что-то делать друг с другом, вот. И вы встречаетесь вот с такой вот ситуацией, то не бойтесь и не вынывайте. В общем, это долина смерти. И если у вас есть достаточно много веры в себя, то вы ее пройдете. Вот. Это, в частности, вот я рассказывал про Россиану. Вот они показывали, да? Вот они выпустились, все стали просто в первое время стали постить, публиковать, все были очень неподушевлены, а потом это все упало. Вот это вот прям такое. Но! Так как из-за того, что они все-таки стали работать сообществом, у них другой, они показывают одновременно два графика. Сколько у них людей пришло, и сколько у них было добавлено ям. И если график у них был вот такой, просто классический, да, то ямы, добавленные, росли вот примерно вот таким вот образом. Да? Потому что, несмотря на то, что число пользователей не стало так лавинообразно увеличиваться, но из-за того, что они планомерно, трудолюбиво работали с пользователями, работайте с сообществом, поддерживайте и помогайте вашему сообществу, поощряйте диалог, здесь я перевожу IT-волонтера, прежде всего, создавайте больше возможностей для подъедения позитива в вашем приложении, дайте возможности показать, что они чувствуют, в лучшем случае, если очень важно, чтобы это были позитивные эмоции, в меньшем случае негативные, да, и какие у нас, например, позитивные истории, но опять же, 235 этих задач, это много, потому что это, как правило, крупные задачи. И рукопомощь, да, рукопомощь из Пензы, они распределили 500 питомцев, просто потому, что они создали среду, где люди могли это лучше делать. Наставничество увеличили, у них было 7 экспериментальных пар, после запуска платформы стало 38, так как это сложный социальный процесс, да, и вам нужно проверить все справки, вам нужно проинтергивировать человека, вам нужно свести человека, соответственно, в детском доме, и ментора, это занимает время, это нельзя сделать так быстро, да, у вас, ну, надо понимать, что вполне возможно, какие-то социальные проекты будут сложнее, чем просто там, ну, подписание петиции, где это просто 3 клика, 2 секунды, вот. И это, наверное, то, что вот на основе чего мы рассказываем, какого опыта мы набрались за это время. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok